Эта статья о способе представления знаний. Запрос карты памяти перенаправляется сюда о картах флеш-памяти SM. Карта памяти. Диаграмма связей известная также как интеллект-карта. Карта мыслей или ассоциативная карта. Метод структуризации концепции с использованием графической записи в виде диаграммы. Диаграмма связей реализуется в виде древовидной схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи, является одним из инструментов управления личными знаниями РУСК, для которого достаточно карандаша и бумаги. На русский язык термин может переводиться как карта мыслей, интеллект-карта, карта памяти, ментальная карта, ассоциативная карта, ассоциативная диаграмма или схема мышления. Методика разработана психологом Тони Бьюзаном. История создания и развития. Графические методы записи знаний и систем моделирования на протяжении веков использовались в методиках обучения, мозгового штурма, запоминания, визуального мышления для решения проблем, возникающих в процессе деятельности педагогов, инженеров, психологов и представителей многих других специальностей. Одни из самых ранних примеров таких графических записей были разработаны философом трех века Н. Э. Порфирия Мастероса. Он графически изобразил концепцию категории философии Аристотеля. Философ Раймонд Лулей также использовал подобную методику. Семантические сети были разработаны в конце 50-х годов XX века для попытки описания процесса обучения человека. В дальнейшем эта теория получила свое развитие благодаря работам Малана Коллинса и Росса Кулиана в начале 60-х. Британский писатель Тони Бьюзен автор книг по популярной психологии утверждает, что он является изобретателем современного вида диаграмм связей. По его словам, его вдохновили идеи Альфреда Коржипски из области общей семантики, популяризованной в научно-фантастических романах Роберта Хайнлайна и Альфреда Ван Вокта. Бьюзен утверждает, что положение о том, что исходя из традиционных представлений о восприятии информации, читателю приходится просматривать страницу слева направо и сверху вниз. Неверно, что на самом деле человек сканирует страницу целиком и нелинейно. Бьюзен также использует популярные предположения о работе полушарий головного мозга в качестве доказательства того, что диаграмма связей – наилучший способ конспектирования информации. Диаграмма связей продолжает использоваться в различных формах и приложениях, включая обучение, образование, планирование и построение инженерных диаграмм, по сравнению с концептуальными картами РУСК, которые были разработаны специалистами по обучению в 1970-х. Структура диаграмм связей сохранила радиальный формат записи, но упростилась благодаря использованию только одного центрального слова области применения – достоинства и недостатки. Достоинством методы является структурированность информации и легкость получения общего представления о заложенных в диаграмму знаниях. К недостаткам следует отнести ограниченную масштабируемость и сфокусированность на единственном центральном понятии – программное обеспечение – СМ под списком примечаний.